Встреча с украинскими военнослужащими Министры Украины и Эстонии обсудили достаточно традиционный круг тем Они еще раз напомнили о необходимости выполнения всех положений минских договоренностей Возможности для Украины восстановления контроля над всеми своими границами Допуск наблюдателей ОБСЕ и после этого проведение выборов на Восточную Украину Нам нужны независимые выборы Большинство людей в Луганске и в Донбассе стремятся вернуться к нормальной жизни В легальное пространство Украины Наша позиция остается прежней Полное выполнение минских соглашений Люди в Луганске и Донбассе должны получить своих представителей, которым они доверяют Они должны иметь право вернуться к нормальной жизни и обрести будущее Впрочем, и Украина должна продолжать процесс реформы Эстония готова поделиться своим опытом В бюджете на это предусмотрено более 2 миллионов евро Актуальная тема – безвизовый режим с Евросоюзом Эстония считает, что Украина выполнила все технические требования Теперь следующий шаг должен сделать ЕС Малина Калеран также предполагает, что санкции в отношении России будут продлены до конца года Сегодня я считаю, что санкции будут продлены до декабря Пока трудно сказать, произойдет ли это на уровне рабочих, групп, послов или пройдет политическая дискуссия в Совете Но, насколько мне известно позиции других стран ЕС О смягчении санкций можно будет говорить, если Москва выполнит условия минских соглашений Пока из Москвы таких знаков нет Сегодня же Павло Климкин встретился со спикером Риги Куэйки Нестером, президентом Эстонии и представителями украинской общины Томас Хендек Ильюс также заверил, что Эстония готова сделать все от нее зависящее для укрепления проведенных и проводимых реформ Он также повторил общую позицию ЕС в отношении ситуации в Крыму и на Восточной Украине Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова